Путь глубокой чувствительности – топическая диагностика поражения на различных уровнях. Во-первых, следует сказать, что к глубокой или проприоцептивной чувствительности относятся мышечно-суставная чувствительность, вибрационная чувствительность, чувство давления и веса и кинестезия кожи. Данную чувствительность воспринимают проприо- и интеррецепторы. Проводники глубокой и тактильной чувствительности на схеме обозначены зеленым цветом и начинаются от глубокого рецептора под буквой «Б». Первый нейрон – это псевдоуниполярный нейрон в спинномозговом ганглии. Идет от глубокого рецептора и в составе спинномозгового корешка попадает в спинномозговой канал, не заходя в серое вещество спинного мозга. Далее идет в задних канатиках, которые называются канатики Голи и Бурдаха, и по ним на стороне рецептора поднимается вверх до продолговатого мозга, где переключается на второй нейрон. Второй нейрон находится в ядрах Голи и Бурдаха, совершает перекрест в продолговатом мозге. Далее идет в таламус, который также называется эмоциональным триггером боли, где переключается на третий нейрон. Третий нейрон проходит в таламокортикальный путь, идет в постцентральную извилину. Топическая диагностика на различных уровнях. Следует помнить, что при повреждении спинного мозга глубокая чувствительность исчезает на той же стороне тела, где произошла травма, и имеет ту же локализацию, так как перекрест волокон происходит не в сегментах спинного мозга, как в путях болевой и температурной чувствительности, а в продолговатом мозге. Спасибо за внимание, доклад окончен. Продолжение следует...